ЗАРНОВОЙ КЛИН Люди на болоте. В страну пришла очередная волна опаводков. Десять лет ее не было, такой вот воды, что вот весной начала топить огороды. Где не обойтись без резиновых сапог и лодки? Стражи неба. В Беларуси отмечают День войск противовоздушной обороны. Защита нашей Родины была всегда одной из самых важных задач. Как это работает? Легче предупредить, чем лечить. Свыше 23% горожан прошли диспансеризацию. Записаться на диспансеризацию предварительно можно через электронную регистратуру. Что входит в обследование? Чистый город начинается с тебя. В Бобруйске ведется генеральная уборка. Это очень хорошее дело, чтобы все было чище, экология была лучше. Каким был эко-челлендж? Космический маневр, ледяной дождь и отмененные операции. 4 тысячи английских детей не получат своевременную медицинскую помощь. В чем причина? Двухдневные переговоры. Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Первым делом президенты пообщались тет-а-тет. Большое внимание уделили вопросам безопасности, развития ВПК и обороны союзного государства. По каждому, а их больше десятка, достигли согласия. На второй день прошло заседание ВГС. На нем белорусский лидер отметил, нужно создать совместный медиахолдинг, чтобы укрепить общую позицию. Кроме того, обсудили темы импортозамещения, углубления, кооперации и развития высокотехнологичных отраслей. За прошедшие 27 лет стоимостные объемы товарооборота увеличились более чем в 4,5 раза. Ключевое направление в двусторонних отношениях – производственная кооперация. Сегодня это связи более 8 тысяч белорусских и российских предприятий и сотни тысяч рабочих мест. За годы строительства союзного государства реализовано более 60 совместных научно-технических программ. Между союзным государством создана эффективная система обороны и обеспечения безопасности. При этом Беларусь и Россия решили продлить некоторые договоренности в военной сфере и продолжат наращивать свое взаимодействие в этом направлении. Уже после заседания Александр Лукашенко ответил на вопросы представителей СМИ. Самое радикальное заявление – ядерное оружие надо в течение некоторого времени свести в одно место и уничтожить. Небо под защитой. В Беларуси отмечают День войск противовоздушной обороны. Современная техника и первоклассные специалисты на страже не только воздушных рубежей страны, но и союзного государства. Бойцы готовы держать удар в режиме 24 на 7. Бойцы доводите проведение готовым. Готовность номер один расчетка САЗа 10-42 выполнен. Оказаться в числе защитников неба. Владислав Грищенко мечтал об этом с детства. Окончил военную академию по специальности инженер комплекса средств автоматизации. В радиотехническом центре войсковой части 48-684 служит первый год. Свой профессиональный праздник на боевом посту. Мои обязанности входят в проверку техники боеготовностью, работоспособность. То есть я полностью отвечаю за эту технику, чтобы она была всегда исправной и боеготовой. Сейчас я работаю на современном оборудовании, на автоматизированном рабочем месте. Оно позволяет бесперебойно выдавать цели, заводить новые цели и увеличиваться график пропускной способности цели. Центр на передовом рубеже защиты нашей страны не одно десятилетие. Расчеты ПВО заступают на боевое дежурство и контролируют обстановку в небе в режиме 24 на 7. Только что подразделение вернулось с полевого выхода. Усиливали радиолокационное поле в назначенном районе. Задача выполнена на отлично. Подвижная маловысотная радиолокационная группа представляет из себя радиолокационную станцию РЛС-19G6. Основная задача данной станции – это обнаружение маловысотных, малоскоростных целей, летящих направлений на государственные границы, дальнейшей выдачи информации на вышестоящие командные пункты, также на зенитно-ракетные комплексы и истребительную авиацию. Радиолокационная станция обнаруживает летящие цели на высоте от 50 метров до 25 километров. Радиус действия – 360. Всевидящее око с легкостью заметит и стаю птиц, и рейсовый самолет. Техника мобильна, выполнив поставленные задачи, может в течение часа произвести свертывание и сменить место дислокации. Служба непростая, но интересная. Нам надо постоянно повышать свой уровень технической подготовки, потому что приходится работать с новыми образцами техники, обучать личный состав, умение работать в команде и, самое главное, четко выполнять поставленные задачи. Как бы не совершенствовалось вооружение и техника, нет ничего надежнее человеческих глаз. Воздушные пограничники зорко следят за небом и землей с поста визуального наблюдения. С высоты в 15 метров с легкостью обнаруживают беспилотники. В помощь – бинокль, прибор ночного видения и курсовой планшет. Защита нашей Родины была всегда одной из самых важных задач. Тем более, сейчас в условиях сложной внешнеполитической обстановки это наиболее актуально. Военнослужащие вооруженных сил, и в частности войск ПВО, предлагают максимальные усилия для того, чтобы сохранить в нашей стране мирное небо, спокойствие, благополучие. Система ПВО Беларуси позволяет успешно справляться с современными вызовами и угрозами, обеспечивает неприкосновенность воздушных границ нашего государства. Солдаты и офицеры с честью выполняют поставленные задачи. Как говорят специалисты, от нападения и провокаций никто не застрахован. Важно, что мы умеем четко реагировать и готовы предотвратить удар. Татьяна Горбач, Максим Галеонко. Итоги недели. Богатый хлеб, новый рейс и обеспеченное будущее. Свыше 14 тысяч белорусов сделали выбор в пользу накопительной пенсии. В чем выгода? Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. В Беларуси планируют посадить 650 тысяч ранних яровых культур. Семенами, удобрениями и техникой обеспечены все хозяйства. Наиболее высокий темп сева в Могилевской и Гомельской областях. Аграрии северного региона ждут старта весенних полевых работ. Всего зерновой клин – 265 тысяч гектаров. Около 60% площадей – озимые. В БГУ будут выпускать уникальные антибактериальные противоопухолевые препараты. Такие лекарства применяют в качестве локальной химиотерапии. Их производство станет шагом в сторону независимости от импортных поставок и эффективной помощью для тех, кто нуждается в качественном лечении. Доклинические испытания новинок уже проведены. Беларусы заключили более 14 тысяч договоров дополнительной накопительной пенсии по новой схеме, которая работает с октября прошлого года. Самый популярный вариант, когда 3% от своей зарплаты перечисляет человек и еще столько же работодатель. Важно помнить, участие в программе не влияет на размер выплат за трудовой стаж. Сумма наследуется, а в случае инвалидности выплачивается единовременно досрочно. С 3 мая появится еще один рейс в Россию – Архангельск-Минск с пересадкой в Череповце. Между городами начнут курсировать современные лайнеры авиакомпании «Северсталь». Вместимость бортов – 50 пассажиров. Ранее о запуске поезда по этому маршруту заявила БелЖД. Составы будут отправляться с 22 апреля еженедельно. Продажа билетов уже стартовала. В школах откроют новый факультатив по хоккею. Его будут проводить 1-2 часа в неделю для учеников первых-третьих классов. Спортивные навыки проверят как минимум три раза в год по утвержденным таблицам с показателями. В программе занятий также различные упражнения, изучение истории возникновения и развития игры, ее влияние на здоровье плюс основные требования к экипировке. С заботой о людях в Беларуси с апреля снизилась ставка рефинансирования с 11 до 10,5%. Показатель изменился уже третий раз за год. Это связано с качественной работой реального сектора экономики и уменьшением инфляции. Специалисты считают, после ее выхода в марте на однозначный уровень, тенденция замедления роста потребительских цен продолжится и во втором квартале 2023. Изменение ключевой ставки Национального банка повлечет за собой снижение процентных ставок по кредитам. Это, в свою очередь, позволит существенно снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет при оплате кредита. Например, благодаря кредиту на рефинансирование «Удачное обновление» от Беларусьбанка можно не только оптимизировать, но и снизить платежи по ранее полученным кредитам и овердрафтам. Еще одним новшеством апреля стало изменение порядка приема наличных для пополнения счета в Беларусьбанке. Теперь вносить деньги в кассу при сумме от 50 базовых можно только при предъявлении паспорта. Приплыли. В Беларусь пришла очередная волна опаводков. В Могилевской области последствия ощутили жители пяти районов. Уровни воды превышают опасные отметки на березине, друте и сожи. Метеорологи ведут круглосуточный контроль. На самых проблемных участках дежурят спасатели. О местной Венеции далее. Надежда Гусарова диву дается. Еще казалось, вчера женщина выбирала семена овощей. А уже сегодня ее огород больше напоминает болото. Затопила все шесть соток. И так далеко не с одним домом по береговой. Десять лет ее не было такой вот воды, что вот весной начала топить огороды. Фундамент у нас хороший, это не страшно. А вот теплица, что она разрушила стекло. Она оседает, и снега, и вот она все падает. Под угрозой затопления частный сектор не только в районе Титовки, но и на набережной и Комбинатской. Среднее плюсование воды доходит до 19 сантиметров в сутки. И с каждым днем все больше переходит красную черту. Норма 245. Если сравнивать с январским паводком, сейчас ситуация куда хуже. Всему виной обильные осадки. Пляж в микрорайоне Приберезинский ушел под воду буквально за две недели. Обойтись одними резиновыми сапогами уже не получится. Передвигаться здесь можно только на лодке. Спасатели такого не видели уже 10 лет. Последствия весенней стихии ощутили жители пяти регионов Могилевской области. Помимо Березины, критический экватор преодолели Друд, Сож и Днепр. Затоплены сотни частных подворьей и километры дорог. Большая вода стремительно подбирается и к домам. Некоторые прибрежные районы страны на грани эвакуации. На самых проблемных участках дежурят спасатели. В связи с создавшейся ситуацией спасатели Республиканского общества «Освод» перешли на повышенный уровень дежурства и готовы оказать помощь в случае возникновения ситуации с эвакуацией. Вода сейчас очень холодная, 3-4 градуса плюс. То есть, нахождение в такой воде в течение нескольких минут может серьезно отразиться на здоровье человека. На выходных в большинстве регионов установилась теплая и солнечная погода, за исключением западных районов. В ближайшие дни в прогнозе плюсовая температура. Однако без дождей не обойдется. Главное, чтобы капризная весна не повлияла на открытие пляжного сезона. Ольга Васента, Максим Галеонко. Итоги недели. Один день, который может надолго решить вопрос здоровья или даже спасти жизнь. В Беларуси набирает обороты диспансеризация. Только в Бобруйске обследование прошли свыше 23% горожан. У каждой возрастной категории свой протокол. Пациенты до 39 лет могут проходить осмотры раз в 3 года. Старше 40 ежегодно. По итогу человек получает выписку, которая служит основанием для выходного с сохранением зарплаты. Наниматели в курсе готовы идти навстречу. В поликлинике номер один созданы все условия для прохождения пациентом диспансеризации в кратчайшие сроки. Пройти диспансеризацию можно при непосредственном обращении в кабинет диспансеризации. Записаться на диспансеризацию предварительно можно через электронную регистратуру, а также по телефону. Президент определил важнейшую задачу здравоохранения – четкая работа на ранее выявление факторов риска заболеваний, а значит их предупреждения. Со стороны государства для этого сделано все необходимое. Диспансеризация стала обязательной с 2023-го. Дальше личная ответственность – найти один день в году и заглянуть в поликлинику. Хорошие работники всегда на субботнике. В Бобруйске началась весенняя генеральная уборка. Все силы бросили на приведение в порядок мест боевой и воинской славы. Не забыли также про парки, скверы, центральные улицы и дворы. Свою лепту внесла и Ольга Васенда. В парке семейных деревьев буквально на глазах вырастают полтысячи саженцев, рябины и граба. Здесь трудятся депутаты и руководство города. Игорь Кисель отмечает, независимо от статуса и профессии, поработать вместе на благо малой родины откликается каждый второй житель. Зима уже закончилась и действительно каждый год мы наводим порядок и проводим городской субботник. И сегодня тому подтверждение, что мы продолжаем садить в этой микрозоне деревья. Это семейный парк у нас. Я вспоминаю свое детство, когда я учился в школе, 10-й, 9-й класс, мы сажали сосны. И сегодня, приезжая в то место, где мы сажали деревья, там лес. Лес, причем большой лес, большие уже деревья, грибы растут. Поэтому, безусловно, та работа, которая проводится сегодня, это работа на будущее. К эко-челленджу присоединяются активисты БРСМ, учащиеся строительного механико-технологического колледжа, и убирают живописный правый берег Березины, луковую гору, собирают мусор, ветки и сгребают листву. Считаю, что убирать город – это очень хорошее дело, чтобы все было чище, экология была лучше. Ну и в целом, чтобы было приятнее ходить гулять и наслаждаться видами такими красивыми. Уборка природы – это очень важно, потому что природа дает нам всем жизнь, и если мы будем ее загрязнять, то и в принципе жизни не будет. Присоединяются к генеральной уборке и сотрудники Белшины. Прилегающую территорию убирают свыше 300 человек. Специалисты ремонтно-строительного цеха обновляют фасад остановки на Минском шоссе. Субботник объединяет также коллективы медиков, учителей, инженеров, строителей и водителей. Чище становится лесопарковая зона в районе БЦБ и Киселевичах. Здесь трудятся первомайцы. Собрались молодежью 21-й школы, членов БРСМ, это 9-11 классы, которые проявили инициативу сегодня и гражданскую позицию, вышли на улицы, чтобы привести в порядок нашу родину, чтобы нам было самим приятно здесь ходить, жить, учиться. Сегодня прекрасный день, солнышко, и в такую погоду приятно собраться с такой хорошей компанией вместе. Я считаю, что это очень важно. Мы проживаем и учимся в этом микрорайоне, и каждый из нас должен вносить какой-то вклад в чистоту и благоустройство нашей малой родины. В стороне не остается и Ленинский район. За кисточки и грабли на Минской берутся не только сотрудники ЖЭУ, но и простые жильцы. Трудятся и взрослые, и дети. Одни красят входные двери, другие сажают кусты, третий собирают в мешки мусор. В обручении уверены, чистый город и ухоженный двор – дело каждого. Кстати, скоро здесь появится современный комплекс. Малыши точно оценят. В летний период будет установлена детская игровая площадка на этой придомовой территории. У нас договоренность с жильцами, что мы данную площадку, как бы и вид данной площадки, и размещение данной площадки на дворовой территории вместе будем рассматривать. Мы развесили объявления, собрали собрание, решили, что да, действительно нам необходимо вначале убрать нашу всю территорию, чтобы сделать это все красиво. Жильцы согласились, кто-то откликнулся, закупили краску. Улицы, скверы, парки и дворы – в этот день, кажется, нет уголка, где не стало бы чище. Субботник проходит в рамках месячника по благоустройству. Еще одна локация – Бобруйская крепость. Тут хороший пример показывают представители сферы культуры. Огромное количество туристов сюда приезжает посмотреть этот памятник истории. Мы стараемся его содержать в чистоте, потому что усилиями всего города это можно сделать. В преддверии Дня Победы внимание уделяют и наведению порядка в местах боевой и воинской славы. Сама же генеральная весенняя уборка – одна из лучших советских традиций, которую в суверенной Беларуси не просто сохранили, но и вложили в нее особый смысл. Ну и, конечно, ничто так не помогает сплотиться, как совместная работа. Ольга Васенда, Мария Бересневич и Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин. Итоги недели. Массовые забастовки, финансовые махинации – красивая традиция. В Японии зацвела сакура. Сколько на этом заработают? Далее громкие заголовки мировых новостей. Дональд Трамп не признал себя виновным в суде. Ему было выдвинуто обвинение по 34 пунктам. Бывший хозяин Белого дома считает, что он стал жертвой охоты на ведьм, которую организовали сторонники Джо Байдена. Он назвал процесс сложным и политически мотивированным. Сейчас адвокаты стремятся перенести слушание из Манхэттена, где большинство судей – демократы, в другой район. Следующее заседание запланировано на начало декабря. Почти миллион человек остались без света в Канаде из-за ледяного дождя. Больше всего пострадали провинции Квебек и Онтарио. Из-за непогоды отменены почти все рейсы в местных аэропортах и занятия в школах. Транспорт парализован. В некоторых районах замерзли окна и двери. Жители оказались заблокированы в своих домах. Есть и пострадавшие от переохлаждения и травм. Людям рекомендуют не выходить на улицу. Коммунальщики пытаются восстановить электроснабжение. В Англии массово отменяют срочные детские операции под угрозой жизни 4 тысяч юных британцев. Причина – нехватка мест в больницах и дефицит специалистов. Еще с конца прошлого года Соединенное Королевство охватила волна забастовок медиков. Врачи и медсестры требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Протестуют и работники 40 итальянских аэропортов. Более 200 тысяч пассажиров не смогли попасть на свои рейсы. Пилотируемый корабль «Союз МС-23», который находится на МКС, провел перестыковку. Аппарат отошел от малого исследовательского модуля «Поиск» и присоединился к узловому причалу. Маневр выполнил в ручном режиме и занял около 45 минут. Это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность выходов в открытый космос. Они запланированы на весну и лето. В это время на борту были трое астронавтов. Напомним, «Союз» запущен 24 февраля и доставил на станцию 430 килограмм грузов. В том числе оборудование для научных экспериментов и продукты питания. Цветение сакуры в этом году принесет экономике Японии 4 миллиарда 700 миллионов долларов. Благодаря снятию ковидных ограничений природная красота привлечет большой поток туристов. Жители страны восходящего солнца любят и почитают дерево. Его цветок неофициально считается национальным гербом. На время сезона ханами люди выходят на улицы и собираются на пикники с семьями и коллегами. Тем не менее, последние два года любование было ограничено из-за сложной эпидемиологической обстановки. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бавруйск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова